добрый день вешивание youtube меня зовут амара и в этом видео да я обещаю вам много-много сов так что приятного просмотра все совушки вышиты даже бисер даже клейник все 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 то есть осталось только вырезать и уже сделать сборку такого такой формы кубик я еще не собрала не сделала но он тоже как бы собирается пришивается по принципу других кубиков то есть по периметру везде есть бэкстич и вот этот бэкстич нужно соединять кстати если вам интересно если вам нужен нужна информация как собираются эти кубики у меня есть на канале мастер-класс правда кубик квадратный тоже от джаз нам могу оставить ссылку в инфобоксе если вам нужна такая информация потому что там поэтапно я показываю как я вышла и как я собрала такой кубик то есть не такой формы что хотела сказать про изменения наверное которые у меня есть небольшие совсем небольшие когда я представила материалы не знаю если вы помните но я сказала что вот этот край потому что здесь получается что по периметру вышивается рядочек крестиков а потом прямо вот здесь есть этот бэкстич за которого нужно цеплять вышивать пришивать этот кубик я когда планировала этот проект почему-то думала что я буду выбирать какую-то нитку которая будет в тон ткани более или менее мне показалось что вот эта нитка будет в тон ткани хотя по схеме рекомендуется вот этот извините просто этот уже это уже второй моток я не еще не перемотал не перемотала это 3777 этот эта нитка получается что она тоже темнее чем оригинальная которая должна быть то есть изначально так придумано потому что я смотрела уже внимательно и другие отшивы так придумано чтобы вот этот край чтобы он был темнее я приготовила все 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 и когда хотела начать работу я так посмотрела на эту нитку посмотрела на эту нитку я решила что я буду вышивать эти края тоже этим оригинальным цветом который рекомендует по ключу не буду менять на этого и я не жалею пока что мне нравится очень-очень несмотря на то что ткань как бы у меня намного светлее намного ярче чем оригинальная ткань то есть эти края я оставила как бы по оригинальному я не меняла как я думала что буду делать по-своему и да кстати этот цвет цвет 3777 в схеме написано что нужны два мотка и да вам нужны два мотка потому что у меня один моток уже ушел вот на все это как бы и у меня канты канты даже больше поэтому нужно прислушиваться что еще хотела сказать да я не помню если я сказала в первом видео нитка ручного окрашения ручного боже нитка не ручного окрашения это танкор я вам показала что я буду использовать я не помню если показала номер вот можете смотреть какой номер этой нитки и да я использовала в эту нитку вот она нужна прямо в этом рядочке вот в этом рядочке вот здесь то есть очень немного и то как получилось мне мне нравится то есть я не жалею что я использовала эту эту нитку еще бисер в глазиках все-таки использовала вот этот номер и он очень красиво вписывался я думаю что все поближе я покажу когда уже кубик будет готовым поближе покажу каждую сторону каждую совушку так будет интереснее и также я сказала что здесь на пузике есть по 4 бисеринки оригинально они должны быть белыми с черными полосками я уже сказала что я не нашла не бегала чего единственное что я не была уверена если использовать как бы черный бисер маленький или вот номер восемь большой все-таки я использовала вот такой номер восемь большой потому что у меня аккаунт двадцать седьмой я пробовала как бы сначала пробовала с этим потом пробую одну бисеринку маленькую и мне больше понравилось с вот такими более крупными бисеринками я так и оставила как бы мне кажется что прикольно получилось еще креник вот креник нужен как бы номер четыре креник вышивается только в глазах у всех совушек вот здесь примерно есть один такой круг весь креником креник в инструкции написано вышивать в одну нитку но так как оригинально дизайн вышивается на тридцать втором каунте я думаю что это нормально у меня 27 мне в одну нитку не понравилось как бы мне показалось что жидковато как бы этого креника не видно так как должно быть видно я как бы креником я вышивала в две нитки все все эти глазки у совушек я вышивала в две нитки backstitch вес делается в одну нитку единственное что вот по сторонам совушек есть и есть привидение у всех совушек глазки и ротик у этих привидений тоже написано вышивать backstitch в одну нитку мне не понравилось в одну нитку как бы их почти не было видно и я весь этот backstitch сделала в две нитки я думаю можно даже в три случае опять меня каунт побольше поэтому наверное не так и нужно было делать в остальном я заметила ошибку потому что у меня получается что вот первая вторая третья четвертая сова потому что вот надпись должна быть так when the night turns black and the moon shines yellow the owls all open their eyes то есть когда ночь чернее ночь делается черной когда приходит черная ночь и луна становится желтой или луна светит желтизной совушки все соус все совы открывают свои глаза не извиняюсь за такой перевод так вот я как-то получается что начала вот так все совы кстати это вот где в это пишется мне безумно понравилось как все это получается не знаю как бы получилось на тридцати втором каунте но на двадцать седьмом вообще очень нравится да по про про ошибку то есть здесь и первая совушка это скрич я сделала фотографию опубликовала в инстаграме когда смотрела внимательно и увидела что потому что должно быть искры w а потом cc на латинице у меня тоже е было то есть у меня были были три е то что было неправильно и распорола и опять как бы так что иногда полезно сфотографировать свои работы до вот именно такие работы до сборки очень очень понравилось все вот прям балдела от отшива цвета не не знаю может быть потому что мне нравятся такие цвета потому что мне нравится хэллоуинская вышивка но честно для меня это было знаете такой такой классный тортик скажем так вот вышивать этих совушек и уже да эти как бы это получается вверх и это дно здесь и я должна как-то пришить свою совушку еще не придумала как буду и дно вот такое как бы не супер сложно и только написано аозов октобе октябрьские совы и все все это все что я хотела вам сказать про готовую работу опять почти готовую работу и увидимся после сборки и вот моя работа готова да мне даже не верится вот что у меня получилось огромный кубик который мне безумно просто безумно нравится несмотря на то что он получился таким большим ну конечно если вышивать на 32 каунте конечно бы он получился по ним поменьше и так по порядку то что я выбрала тот этот цвет вот я имею ввиду вот эти рядочки и этим цветом как бы делается сборка все сшивается вместе то есть я совсем не не жалею что выбрала этот оригинальный цвет который был в ключе потому что мне кажется что получилось довольно довольно классно поэтому получается что кубик вышит я имею ввиду вот цвета не так вышит все все по ключу только ткани по ключу потом это словушка я ее пришила ниточками юли очень очень постаралась она хорошо мне показалось что она хорошо пришита но так как у нее нету как у шармика вы знаете такие глазочки я неправильно посчитала и она не не в центре когда я это видела я не знаю где были мои глаза но когда я это видела было было слишком поздно я не могла ничего исправить поэтому где-то она она получается на крестик она криво но знаете это не так так видно если вышивальщица будет смотреть на этом кубике она сразу будет видеть если любой другой человек будет смотреть даже не заметить еще вот в этом кубике я должна быть внимательны когда пришиваете все части чтобы все сложилось потому что здесь есть этот стишок получается вот он и он должен быть вот здесь видите when the night turns black and the moon shines yellow the owls all open their eyes как бы этот стишок должен быть одним за другим какую очередь вы выберете это как бы ваше ваше решение у меня у меня как бы получается что есть лицевая часть что этого кубика потому что я пришла эту совушку вот так получается поэтому это первый первый первая сова это скрич и как бы когда я пришила скрича то я посчитал что нормально чтобы стишок так шел по по очереди поэтому меня так и еще уже дно тоже сделал так чтобы у дно тоже было как бы лицевая страна получается что вот так это 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 и здесь написано аузов октобра тоже точно как в в схеме здесь я вставила картон и на картоне я при наклеила приклеила шайбу такую же шайбу к которой я приклеиваю к одну куколок я показывала в видео которое вам сказал что есть мастер-класс сначала мне показалось что как бы шайба будет слишком тяжелый но нет когда я видела что такой большой красавец получился я сказала что нет все будет хорошо и кубики такой формы я сказала что меня не было мне безумно безумно нравится как он выглядит так что я точно вышлю еще кубика вот такой формы точно как бы это любовь любовь и покажу поближе потому что обещала что покажу поближе когда будет все готово вот этот скрич получается вот этот рядочек видите который был вышит не . и когда он так сидит даже почти не видно этого рядочка вот он глазки вот бисер все подбор и да вот этот бисер мелхилл номер восемь я имею ввиду вот это черный небольшой вот для такого как говорится для такого аккаунта небольшой получился прям это оливия и и так хорошенько знаете набила довольно много этого наполнителя ушло классные глазки в этой сошки это у нас оливия почему-то я считаю что здесь два мальчика два девочки как бы скрич и супс это мальчики сейч и оливия это девочки вот так получается очень классно вышиваются очень классно я не знаю может быть только у меня такие впечатления но не очень-очень понравилось вот они вот он мой кубик который довольно большой и еще знаете как бы еще один мотив чтоб не сердится что я не в центр расположила эту совушку это то что я буду все это как бы прикрывать пинами и как бы нибудь не будут все смотреть вот здесь буду смотреть и на пины а пины вообще-то джаз на если смогу я вставлю фотографию час нам рекомендует именно рекомендовала когда этот кубик вышел 2011 года чтобы для него использовали 4 м пина тоже из коллекции джаз на знаете коллекция halloween типины которые продаются вот в пакетиках где черным с желтым написано halloween необычные их пакетики и там есть определенные пины которые джаз на он типа рекомендует для этого кубика ну так как и этот кубик уже вышел из производства и этот кубик уже раритет пины вы знаете если они появляются они продаются по космическим ценам из этих пинов которые они рекомендуют один вообще-то у меня есть вот это тыковка с паучком вот этот у меня есть как бы он был у меня куплен хоть что-то знаете но там нужно еще три пина три пина которых к моему счастью и удивлению я нашла шармики у сюзан кларкс и я купила шармики и из этих шармиков я смотрела на те пины и более или менее я не скажу что я сделала точь-в-точь потому что тяжело делать все в точь-в-точь но я постаралась как бы и более или менее сделала пины которые используются на этом кубики и какие эти у нас пины являются вот такой паучок я сделала вот такой потом вот такую совушку потому что совушка у меня есть но то совушка другая сейчас меня нет ее чтобы быстренько показать но она другая но вот именно для этого дизайна рекомендуется вот совушка которая именно в таком хэллоуин из там пакетики это меня спросили я не знаю не помню если я ответила спросили какие иголочки я использую для своих пинов для своих пинов я использую обычные швейные иголки только вот как бы уже длина я определяю по зависимости от от пина и последний который здесь есть вот это такая летучая мышь прикольно видно вот как она выглядит я покажу здесь как бы более или менее их делаю как по принципу как делаете в час нам просто у меня их много я уже внимательно внимательно так рассмотрела и вот получается этот это летучая мышь и как настоящая час начаться как я говорю у меня есть и пины для этого красавца так что я чувствую себя знаете таким удовлетворенным удовлетворенной вышивальщицей потому что мне у меня получилось конечно я очень рада что я вышла этого кубика на протяжении последних не знаю два или три года я скажу честно я смотрела на ю тубе в инстаграме я любовалась таким кубиком и уже этим в этот год когда я начала вышивать так инстинктивно час нам я прикинула как я могу вышивать час нам подбором то я уже решилась сказала что давно готовлюсь к этому проекту и он у меня есть готовая работа очень красиво и знаете то что большой мне даже нравится то что его так классно видно на полочке где эти все мои хэллоуинские принадлежности которые я сделала так что если вам нравится этот кубик я имею ввиду старый вариант то как бы его можно вышивать я уже показала какие материалы я использовала поэтому вы можете смело вышивать у вас получится тоже классный красивый кубик и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну, если работа моя готова, Октябрьские совы, то значит пришло время нового проекта. И, сюрприз-сюрприз, новый проект это будет Октябрьские совы. Да, на этот раз будет Октябрьские совы номер два. То есть прямо свежие-свежие как бы релизы от JustNan. Я уже сказала в предыдущем видео, что это они называют Октябрьские совы номер два. Именно номер два, а не перевыпуск, не перевыпуск, потому что этот немножко по-другому выглядит. И я как-то сказала, что из превью, что я видела, но сейчас давайте будем быстренько пройтись по схеме имбелошмент и будем увидеть конкретно, что здесь есть. Вот это получается у нас превью. Я уже сказала, что совушки, они будут такие же. Сейчас давайте. У нас мы же можем как бы, вот он. Видите, это скритч. И получается вот этот номер один, это скритч. Вот совушки, они, они и те же. Только на пузиках, получается, у них есть какие-то элементы. Следующая это Оливия. Вот она Оливия. Точно так же. Потом у нас получается Супс. Вот он Супс. Ну это так, знаете, потому что есть с чем сравнить. И это получается у нас последняя, это Сейч, последняя. Но у них что будет разное? Разное у них будет вот, получается, это крышечка. Вот такая крышечка будет. И здесь получается, что по-разному выглядит. Тоже совушки маленькие, но по-разному. И здесь нету ничего, никакого имбелошмента. Да, да, уже сказала, что здесь вот, видите, есть гость, привидение. А здесь будут вот такие листики. Вот такие листики. Здесь есть паучок, получается. И уже дно, получается, что тоже, только здесь несколько элементов и паучок. И все. Вот это получается у нас картонка. Здесь материалы, которые нужны. Вот они. Сейчас я их даже покажу, потому что они у меня есть. И уже сама схема, получается. Вот здесь сама схема. Не буду ее светить. И здесь опять есть эти схема, как обычно, как было в предыдущем. Но в предыдущем у меня как бы нету оригинальной, у меня еще получается, что скачанная. И имбелошмент пэк. Вот только такой пакетик. Сейчас буду показать подробнее, что здесь есть, если вам интересно. Потому что он не такой уж, не такой богатый, как был. Выходи. Итак, здесь есть картон, который нужно ко дну. Кстати, он не очень прочный. Для этого кубика я использовала более такой прочный картон. Поэтому я даже не уверена, что если буду... Я не уверена, если я буду этого использовать. И сам имбелошмент пэк. Что у нас есть? Вот эти четыре большие, это будут ножки, как я понимаю. Потом есть вот эти четыре короткие, как швейные, но они короткие. Вот этих они рекомендуют вот здесь вставить, как я вставила. Вот видите, этих пинов, которых я сделала. Но они здесь рекомендуют, вот сейчас, если вам будет видно. Вот они здесь. Даже где-где. Вот видите, вот здесь, 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 здесь. Они рекомендуют. И уже бисерочек. Бисерочек. Здесь есть два цвета. Здесь есть тот фиолетовый, который нужен для глазок. Он намного меньше. Но сейчас, как бы, я буду вышивать на 32-м каунте, как они рекомендуют. И вот такой осенний такой, не помню, как он называется. Но я точно знаю, что такого осеннего бисера я вышивала, пришивала в 4 сезона мой сэмплер. Осень. Точно такой же был. И, как бы, за... Как бы, не выходила здесь. Но можно было купить тоже привязанный к этому дизайну. Вот такую коробочку слайд, как Джеснан продает. Тоже с совушкой. Она такая фиолетовая. Это мини-слайд. Я купила и такой. Сейчас я покажу. Бискулечка. Вот она. Классненькая такая совушка. Аппетитная. Я уже сказала, что в своем последнем работе, этот сэмплер с сезонами, я в такую коробочку, я весь бисер, как бы, высыпала. Там были 4 номера, и очень быстро я вышивала. Поэтому я подумала, что вот такие коробочки я буду использовать именно для Джеснановских проектов. Потому что у них немного цветов бисера. И, как бы, разбирать его не имеет смысла. Он такой мелкий. И... Ну, это будет, как бы, помощники. Красота. Получается, что это у нас схема и embellishment pack. Как бы, это был обзор. Мини-обзор схемы и embellishment pack. Ну, и пришло время материалов. Какие материалы я буду использовать для этого проекта. И про материалов. Рекомендуется вышивать этот кубик на довольно популярном лне. Это Zweiger 32 Count Belfast. Это Vintage Country Mokka. Очень популярный. И, да, на этот раз я буду вышивать на 32-м каунте. То есть, потому что вот этот тоже, как бы, должен быть на 32-м. Поэтому этот получится меньше. Насколько меньше? Посмотрим. Этого льна я не купила специально для этого проекта. Он просто был у меня в запасах. И очень-очень пригодится. Про ниточки. Ниточки DMC. Вот, там кучка я просто выбрала из предыдущего проекта. И получается, с маленькими-маленькими изменениями, где-то там 3 или 4 цвета, то цвета почти те же, вот как в этом кубике. Почти те же цвета. Ничего не нужно по 2 матка. По крайней мере, так написано. Здесь нужен один Wix Die Works. Вот этот цвет Bark. Не Bark, а Brick. Sorry, я извиняюсь. Вот этот цвет Brick. Вот этот Wix Die Works. Посмотрим, где он будет использоваться. И крейник самое интересное, что не тот, который использовался здесь. Хотя я думаю, что можно. Не знаю почему, но на этот раз крейник порекомендовали 51.1. Ну, я купила по ключу, ладно. Если есть уже все другие материалы, купила оригинальную схему. На этот раз будем вышивать по оригинальной схеме. Поэтому я всегда за оригинальную схему. Но если она вышла из производства, и когда-то она стоила 25 или 30 долларов, а сейчас они продают за 150, то извините. Я считаю, что я имею уже право вышивать подбором. И все. Вот это, получается, все материалы. Как говорится, wish me luck. И я очень надеюсь, что до 35 октября у меня будет и этот кубик. То есть у меня весь октябрь будет такой совинный, если правильно я сказала, совинный октябрь. Это все, что я хотела показать вам в этом видео. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам интересно. Оставьте комменты, если вы хотите что-то сказать, спросить и так далее. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь, если я еще не подписана на мой канал, потому что будут еще многие интересные видео. А до тех пор пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!